здравствуйте друзья с вами ула и в этом видео мы поговорим с вами о ну как поговорим я поговорю вы послушайте о том клэнте the division 2 побывал я на приватной бэдки и сейчас готов поделиться своими эмоциями впечатлениями рассказать чего нам показали в бэдки какой был контент ну и разумеется о плюсах и недостатках потому что на бэдки проблемы тоже были но перед началом я хочу кое-что отметить вот у юбисофтов что-что а вот франшиза том клэнсис получается лучше всего ну сами посудите фар край уже не тот ассасины уже настолько приелись что блевать тянет вторая часть за крю обосралась for honor не выстрелил просто а вот что касается сидра гост рекам уайдленст и первые division о них ничего плохого как бы сказать нельзя ну прям резкого проекты хорошие постоянно поддерживаемые при этом все разные хотя идут по одной вселенной том клэнсис ну теперь уже дошла очередь до division 2 начнем вот с чего я не буду пересказывать вам всю сюжетку потому что уже до меня это все уже в других видео показали единственное что скажу что принцип остался тот же самый что и 1 дивизии фактически имеем ту же самую pvp pve выживалку только теперь в другой локации если там у нас был нью-йорк здесь уже вашингон ну разумеется с разными дополнительными геймплейными особенностями и так для начала поговорим о контенте который нам показали в бетке его на самом деле немного весь контент закрывается ну приблизительно там за 3-4 часа игры что в принципе для бетки нормально нам показали всего парочку там сюжетных миссий 5 второстепенных дополнительной активности в виде контрольных точек освобождение заложников прерывания пропаганды ну еще дополнительные временные миссии которые появляются на определенное время есть успели выполнить но молодцы не успели но все идите гулять и как говорится из пвп разумеется показали dark зону и обычный дезмат 4 на 4 с лимитированным возрождением ну еще в дополнении показали эндгейм контент хоть и вся прокачка была ограничена седьмым уровнем персонажа и десятым уровнем dark зоны если вы прошли две сюжетные миссии вам в основном меню открывались три персонажа с тремя специализациями с каждый по одной разумеется это снайпер арбалетчик и гранатометчик и за каждого из них можно было пройти одну эндгейм миссию 32 уровня простейшая миссия ничего сложного в ней нету весь ее призыв заключался в том чтобы посмотреть что это такие за специализации арбалетчика я пропустил потестировал гранатомет гранатомет классно себя показывает хорошее оружие снайперская винтовка тоже неплохая единственный минус был том что на ней нельзя было поменять прицел а так как миссия проходила в узких коридорчиках таких вот то стрелять было с него очень неудобно из-за того что на ней был x15 но теперь уже давайте обо всем поподробнее но начнем пожалуй с недостатков потому что все таки это бетка так что поговорим сначала о тех минусах которые были на бетке началось с самого начала когда сервера еще даже не были запущены ибо всем тем кто купил наборы кто получил доступы просто за приглашение еще далее возможность пригласить трех своих друзей только вот реализовать эту возможность смогли не все ибо я перелопатил несколько браузеров и кнопки пригласить друзей я так и не нашел скажем так не самая серьезная проблема в релиз она не перенесется но все таки она была а вот проблемка которая случилась на запуске уже серьезно и если такое будет на релизе как бы будет не очень приятно суть в том что многие игроки как только зашли получили бан разумеется это все исправили буквально за несколько часов но бан получили я не получил потому что я в этот момент был на работе я пришел только вечером и уже вышел фикс который это все поправил следующая проблема была связана с русским языком и нет это было связано не с тем что некоторые люди немножко туповаты кто-то криворукий и не смог найти русский язык просто в первый день русский язык действительно был его можно было включить то есть субтитры все подписи все было переведено но на следующий день его отключили под предполагом того что русский язык еще не полностью закончен не полностью проверен и поэтому русский язык исключили из языков разумеется на релизе все будет вместе с озвучкой скажем так мне все равно но есть люди я знаю которым без русского языка играть было очень неудобно и ладно бы если бы у них вообще не было русского языка допустим локализаторы еще не прислали так он был же его спалили в самый первый же день и потом просто убрали ну взяли бы оставили уже ну подумаешь были там какие-нибудь ошибки в словах там запятую не там поставили но это же бетка этому не придали бы серьезное значение по поводу технической составляющей игры в общем я ничего не могу плохого сказать не считая только того факта что у меня каждый запуск начинался с оконного режима ну а так игра идет отлично фпс стабильный настройок целая гора меня не хочу даже на минималках принципе игра смотрится нормально я же использую разнообразные комбинированные настройки там высокие ультра средние потому что там допустим тени мне не нравится в играх всякая постобработка тоже мне не очень нравится всякие сглаживания я тоже отключаю ну точнее не сглаживания а именно размытия разнообразные блюры в виньетки и так далее все вот эту парашу я отключаю и оставляю себе чистую картинку ну вы понимаете это хорошо каждый сможет настроить под себя но проблемы все-таки были проблемы были с персонажами которые как бы есть но как бы и нет проблемы были с персонажами которые застревали в текстурах у меня возникали очень серьезные проблемы со звуком не знаю связано ли это с моей звуковой картой или это в принципе в игре такая проблема но у меня иногда пропадали звуки выстрелов то есть либо союзников либо кто-то там из противников стрелял но я звуки не слышал но при этом свои я слышу отчетливо нормально потом через некоторое время звуки противников тоже начинается слышится нормально и плюс дополнительно была еще одна ситуация когда я ходил по локации забежал на какую-то миссию и у меня практически все звуки превратились какое-то компьютерное скрижетание и хоть я сказал что у меня проблем особо с игрой не было в технической составляющей я играл со знакомыми у которых проблемы были игра то зависала то отказывалась выключаться у кого-то игра постоянно фризила при поворотах экрана я не знаю чем это связано с их компьютерами или это в самой игре какие-то проблемы но у меня проблем особо в игре не было технической точки зрения но теперь уже можно поговорить о положительных сторонах проекта и сразу ребят хочу предупредить я иногда буду упоминать первый дивизион но имейте ввиду я не особо эксперт в этой серии потому что когда дивизион выходил три года назад меня тогда не особо интересовал жанр тпс ммо ну у меня тогда как-то вызывало отвращение стрельба третьего лица сейчас же уже с пришедшим модой на разнообразные баттл рояле я как бы ненавидеть третье лицо не перестал но просто стал более лояльно к нему относиться поэтому если я что-то не так скажу о каком-то функционале первой части имейте ввиду я уже давно не играл я много чего уже не помню можете поправлять меня в комментариях только не особо злоупотребляйте оскорблениями все-таки как я сказал я не эксперт но для начала расскажу о самом главном а именно графики она здесь просто превосходно как в принципе и в первой части она тоже была классная но во второй я считаю проделали гораздо большую работу потому что все-таки в первой части была как-никак зима конечно же передать антураж зимы тоже сложно но с графической составляющей сделать зиму гораздо проще чем лето потому что все-таки это деревья это листики это трава это летнее солнце которое светит совсем по-другому ибо взглянув рядом на две игры и вы определите что ну первом дивижене преобладал более серый фильтр во второй части уже добавили немножко желтого так что моя позиция такова что второй частью проведена была колоссальная графическая работа и это касается не просто внешней красоты игры но и map дизайна потому что карта проработана просто до мелочей разнообразные большие улицы переулки канализации разрушенные здания разрушенные развалины разнообразная живность которая бегает по локации создает антураж разнообразные собаки крысы олени птицы практически в любое место можно попасть и все оно так соединено как будто превращается в лабиринт я даже когда в дарк зоне ренегател бежал за противником между нами было наверное метров 50 он забежал там куда-то в один поворот я туда же забежал и все и противника я потерял в общем если не считать небольших технических проблем то с графической составляющей игра просто великолепно следующее о чем я хочу поговорить это о нет коде и тут насколько я знаю серьезные изменения по сравнению с первой частью можете конечно меня поправить ребят но вроде как в первой части была серьезная проблема с читерами потому что античит был склепан ебисофтами на коленке на каком-нибудь балконе и проще говоря пускал в игру практически всех во второй же части такого быть не должно разумеется 4 никуда не денутся они на пк всегда были будут но теперь уже будет работать из античит это очень хорошая система которая работает во многих популярных играх типа фуртайта того же wildlands paladins far cry 5 control down ну и так далее много игр есть и это уже звоночек на то что с чтыками начнут бороться вторым же плюсом сетевого кода станет то что теперь все данные будут обрабатываться на сервере они на компьютере игрока это конечно можно сказать основная проблема из-за которой был огромное количество читеров потому что в файлы игры можно было легко вмешиваться и кроме того что люди 4 или они могли себе накручивать статы в итоге получалось что по локации мог бегать овер жирный мудила который имел овер дохуя дамага так что я считаю что он этот код 2 дивизиона это одно из основных преимуществ этой игры благодаря которой в нее стоит играть и в нее будет играть комфортно самое главное честно теперь давайте затрону немножко геймплей а именно пвп составляющую потому что ну пве в играх я не особо люблю но как бы и есть и есть это хорошо и я не вижу никаких серьезных скажем так проблем в этом есть миссии ты побежал под каким-то благородным предлогом поубивал мобов выполнил получил награду пошел на следующую ничего интересного она есть она работает и как бы я считаю ничего инновационного в этом жанре уже придумать нельзя пвп 2 дивизиона тоже не сильно отличается от первого лишь с теми изменениями что теперь dark зон будет не одна от 3 2 из них будут с правилами другие без самое главное правило двух первых зон это то что там будет действовать нормализация то есть каким бы уровнем вы туда не пришли ваши статы нормализуются до максимального уровня разумеется противники с хорошими вещами будут иметь преимущество потому что чем выше играет вещи тем больше дополнительных статов она дает тому же вещи можно собирать и в сеты брендов которые будут давать дополнительные характеристики в зависимости от одной двух или трех собранных одинаковых вещей в зону же без правил будут соваться только самые отчаянные ну и там наверняка будет самый лучший лут ну и там разумеется можно будет встретить очень серьезных противниках у которых статы будут выше чем у вас там можно будет получить пулю от союзника потому что будет работать friendly fire но это будет только на релизе поэтому не будем застрять на этом внимание самое главное изменение темной зоны это небольшое изменение ренегатов по факту все остается то же самое собираете лут зараженные вещи вызывайте вертолет отправляете либо умираете ваши вещи забирают и вы остаетесь без шмота так вот как и сказал у ренегатов произошли изменения если первой части у ренегатов был просто один уровень красный и давался вам за убийство противников во второй части division у вас есть три уровня ренегата вы можете быть пассивным ренегатом то есть серым ренегатом серым ренегатом вы становитесь когда срезаете чьи-то вещи с вертолета взламываете специальные информационные панели либо открываете сундуки с вещами без использования ключей красным ренегатом можно стать если ну разумеется убивать противников и чем больше вы будете их убивать тем больше у вас будет набираться уровень кармы как и в первой части вы сможете получить больше опыта больше лута возможно валюты какой-нибудь пока они ничего не известно будет ли какой-нибудь магазин в dark зоне и самое главное по достижении максимального уровня вы становитесь желтым ренегатом если красные ренегаты на карте не подсвечиваются то желтых ренегатов видно на всей карте за их голову разумеется большая награда ну и желтых ренегатов кроме этого появляется еще дополнительное задание которым нужно просканировать или ну не знаю взломать такие же информационные панели две штуки вам нужно взломать а на третье вы можете отмыться отмыться от ренегата вы можете и на первых двух но если вы активируете две панели и отмойтесь на третьей опыта вы получите гораздо больше так что ренегатство в dark зоне стала очень сильно поощряться более подробного что-нибудь я по dark зоне сказать не могу потому что ну контент как вы знаете урезанный более подробно мы все это уже разберем на релизе и напоследок можно еще упомянуть часть контента которые показали в бетке это pvp разумеется не в открытом мире а простой дезматч с лимитированным возрождением карты маленькие играется все очень интересно быстро многое зависит от позиционирования от слаженные команды очень интересно использовать в бою скиллы о них я ничего не говорил и говорить не буду потому что на бетке были открыты не все как я и сказал уже все это подробнее мы посмотрим на релизе разумеется это наверняка не единственный режим будут еще другие будут другие карты но для теста самое главное что все это работает людей находят люди подключаются никто не вылетает ну если только не выходят или у них там проблем какие-то с компьютерами у меня ни разу не вылетала игра кстати да игра ни разу не вылетала не считая тех моментов когда сервера отключались на техобслуживание с приглашениями друзей тоже никаких проблем не было в общем подводя итоги могу сказать что division 2 это достойное продолжение первой части хоть я в нее играла немного но даже я вижу что работы проделана очень много и все это работает у разработчиков еще есть целый месяц для того чтобы отполировать это окончательно буду ли я в играть да буду вторая часть меня все-таки привлекла в отличие от 1 посоветовал ли я бы вам ее купить то сложно как-то сказать чтобы не навязать свое мнение но да я бы посоветовал вам ее купить все-таки из всей той сране и которая выпускает в последнее время division 2 смотрится ну хорошем свете но на этом все друзья если вы тоже побывали на тесте делитесь своими эмоциями в комментариях пишите что вы думаете о игре какие у вас были проблемы но это все подписывайтесь на канал ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео а также стримы играйте ребят только в хорошие игры всем удачи всем пока